Всем большой-большой огромный привет! Расскажу вам сегодня про зелень, которую можно очень легко вырастить как вот в таких тепличных условиях, так и в огороде, просто посеяв семена. Это салат. Обыкновенный самый салат, самая распространенная зелень, которую можно добавить в абсолютно любой салат. Салат? Салат. Заказали мы семена в компании Линдские проростки двух разных салатов. Это зеленый салат и салат Лола Роса. Он тоже зеленый, но с такими красноватыми пятнами. Семена салата лучше всего садить на агровату, которую вы также можете заказать в компании Линдские проростки. И сеять мы их будем в контейнеры литровые с дренажными отверстиями. Прежде всего, агровату нужно смочить. Чтобы ее равномерно смочить со всех сторон, удобнее всего воспользоваться подносом. Наливаем в него воду, которая уже отстоялась, и промакиваем в нем плитку. И вот получаем, что она у нас с одной стороны сырая, с другой сухой островочек. Укладываем в контейнер с дренажными отверстиями. И, как обычно, будем сеять семена. Вот такой густоты. Когда мы семена распределили по нашей подложке, обязательно нужно их взбрызнуть достаточно большим количеством воды. И для того, чтобы помочь семенам зайти равномерно и быстрее, обязательно нужно салат прижать. В качестве прижима мы, как обычно, используем контейнер с ватой, например, с той же самой агроватой. И отправляем его в темное место для созревания. Спустя дня 4, после того, как вы его убрали в темное место, у него уже поднимутся росточки примерно сантиметр-полтора. Тогда можно уже выставлять под свет спокойно и не бояться, что он пересохнет. Вот так вот они выглядят. Корешки уже проклевываются сквозь агровату. И вот у нас такие ростки. Буквально за неделю, как он у нас будет выставлен на свет, он распустит свои листья. Даже, наверное, быстрее. За дней 5. И вы получите вот такой вот уже маленький лоток с плотной, достаточно густой микрозеленью салата. Вот у него корешки. То есть он себя прекрасно чувствует на агровате. Не пересыхает, не перемакает, корни у него не загнивают. Ну и по итогу вот такой вот у нас салат-салат прям большой, почти уже бэби-зелень даже, я бы сказала. Вот данный вид салата, это обычный салат, зеленый. Есть еще салат Лола Роса, он с красноватым таким оттенком. Надеюсь, вам видно, вот у него красноватые такие листочки. В сравнении это выглядит вот так. То есть достаточно хорошо видно, что у Лола Роса более красные листья. У обычного зеленого салата они обычные зеленые. Также вы можете посадить ваш салат сразу, например, в грунт или же вот на такие вот маленькие кубики. И уже после этого посадить в грунт, и у вас получится целый куст салата. И вы можете его целое лето кушать, добавлять его в различные блюда, которые захотите. Или просто с мясом, с шашлыками, с рыбкой в закуску кушать. Очень-очень тоже вкусно. У салата есть небольшая особенность. Его вкус с легкой горчинкой. А так она прекрасная, нежные очень листья. Подведем итог. При такой густой посадке семена взошли отлично. Получился у нас прекрасный лоток с густой плотной микрозеленью. Поэтому семена от компании Линнский проросток я вам рекомендую. Обязательно попробуйте, посадите. В наличии огромный ассортимент разных видов микрозелени. И руккола, и кориандр, и кервель, и мангольд, и горох, и подсолнечник. Поэтому пробуйте, обязательно экспериментируйте. Возможно, это ваше выращивать микрозелень. Ссылку на сайт по Линнским проросткам я прикреплю под видео. Обязательно ставьте пальчики вверх. Добавляйтесь, подписывайтесь на наш канал. Показывайте своим друзьям видео. И обязательно пишите комментарии. Нам это очень важно. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»